всем привет египет хургада отель alibaba 4 египетские звезды у нас уже дело идет за обед близится к вечеру в этом видео мы расскажем немножко о концепции отеля и расскажем к если теплый бассейн какая температура в теплом бассейне какая температура в холодном бассейне мы сюда очень анимация очень громкая мы стараемся кричать вам танцевать чтобы ее перебить и как сказал же олег сейчас пойдем испытаем теплый бассейн а он здесь есть в отеле хоть и небольшой по территории по наполняемости но он тут есть ты хотел мороженое показать да сейчас расскажу про холодный бассейн мы взяли с тобой наконец-то блин как его зовут уже забыл краба гошу и уточку дарью кстати он дети купаются в бассейне неподогреваемого в неподогреваемом бассейне температура в данный момент зимой 19 с половиной градусов да он находится полностью на солнце в принципе я хочу сказать купабельно если учесть что море в данный момент 23 градуса то есть перепад не такой огромный как в принципе допустим мы ожидали мы думали бассейн будет радусов 15-16 а море будет 24 ну короче как то так из таких из из концепции что скажешь завтрак обед ужин во сколько там не помнишь 7 до 10 завтрак это завтрак до обед с пол первого до 2 который проходит в двух местах это центральный ресторан можно в центральном ресторане да на пляже на море загораете на пляже купаетесь вернее наоборот то ресторан основной нет смысла идти кушайте на пляже и да абсолютно одинаковая я хотел сказать называется он лагуна как который там прекрасные виды сразу на море а ужин начинается 6 30 до 9 30 до 6 до 9 30 до 21 30 вечера это видео не а концепции не ну как этого мы сейчас покажем пройдемся по территории покажем аквапарк вам что-то хотел еще сказать насчет еды да хотел сказать насчет аликарта что аликарт валь как ты говорила записаться день в день невозможно да да возможно только на следующий день гострелайшн здесь русскоговорящие и гострелайшн здесь как минимум две мы нашли все идемте в теплый бассейн а забыл сказать в отеле есть айскрим его подают вот так вот бесплатное мороженое вернее находит в концепцию отеля все включено это тоже радует все а теперь теплый бассейн правда там так музыка орет громко что кстати была здесь попытка пенной вечеринки они начали пускать пену но что-то не так пошло там буквально полминуты пускали и сломали все друзья сейчас просто нереально снимать ту часть бассейна которая подогревается валя взяла градусник нашего краба гошу и пошла купаться и измерять температуру там просто так музыка кричит что вы нас не услышите и мы вам долго в ничего не покажем отснимем ту часть чуть попозже я думаю анимации ближайший час полтора закончится ребята на пенную вечеринку вернее дневнинку как мы уже сказали с олегом движ начался пенная пати в бассейне в теплом с подогревом модели али баба погнали значит в получили мы наконец-то концепцию уже солнце идет заходу и самое время пройтись по территории показать вам свеженький обзор отеля али баба 4 египетских звезды кстати сам прикол что отель нам конечно очень понравился но есть маленький нюанс мы заплатили за него да мы заплатили за него 3 280 это 80 долларов в принципе вы знаете на данном на данном этапе так стоит пятерки пятерки неплохие допустим в данный момент такая цена на штагенбергер aqua magic будьте так любезны то есть с чем конкурировать я уже не помню альбатрос джангл аквапарк он сколько звезд не помнишь 5 или 4 нет вот джангл аквапарк так стоит джангл аквапарк так стоит и также стоит альбатрос лейла валейла все начинаем делать обзор во первых уже вечер нам до сих пор не дали номер но с рецепшена бежит персонал и вот он знаменитый али баба полос или пэлос поправки если они правда такой помпезный въезд шикарный помпезный въезд но честно сказать видно что въезд я между не самый ультра современные заходим кстати мы когда выходили ты заметил для нас открылись индивидуально а сейчас заходим а вот левей давай пройдем там не там не пройдет не пройдет а что давайте в другую сторону короче мы заблудились расскажи где находится приблизительно приблизительно отель находится возле всем известного сензамола расположение отеля очень удобная потому что если хотите недорого пошопиться сензамол это прекрасное место для шопинга там есть бренды мировые ну как минимум всеми известные там вайкики де-факто ой я уже не помню манго мангу или как-то называлось да то есть он не манга уже там нет то есть он пешей доступности от сензамол до малого центра здесь рядом клеопатра базар есть это всякие сувениры то есть пошопиться есть где это очень удобно территория отеля в принципе такая настолько большая что можно вообще не выходить за территорию разве что там если вы любите на экскурсию сгонять так слева находится довольно огромный аквапарк да но он уже закрыт да но он по моему находится на территории все-таки а либо бы валь мне так кажется так мы вали баба ой и на территории аладдина да я вижу забыли сказать что мы находимся в отеле али баба также рядышком отель аладдин также нам доступен по ну по территории можем там а мы там можем питаться тоже я не знаю но мы сходим проверим мы здесь да и о смотри какая шучка и еще до самого входа до центрального до рецепшена есть много локаций где можно сделать красивенные фоточки вот таких два лебедя здесь сердечками есть кстати а вот что там за клуб это ночной клуб надо здесь ману серьезно да ничего себе бесплатно ну для посетителей да вот это да вот это новая как правило там напитки спиртные будут платные но ход бесплатно да также есть любимая всеми табличка али баба почему баба мы не знаем но так местные все называют и мы уже в поле отеля в лобби так сказать слева рецепшен левая часть можно сказать административная правда да там гуя стрелаешь на втором этаже детских лапки склада естественно есть там туалеты бары магазины и аптеки банкомат это уже по моему присутствует во всех отелях египта да 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 тут вы можете заказать экскурсию фотосессию рисунок рисунки и честно говоря нас приятно удивило лобби огромнейший купол просто огромнейший и очень много мест для отдыха диваны и стульчики и столы просто они находятся даже на разных уровнях и это уже приятно радует глаз как для меня даже вы смотрите здесь есть на подиуме на и только включили свет и здесь смотрите отдельная зона как раз и да да вот такого зона да привет зайчик мы не будем тревожить потому что египет все таки это страна котов ой ты знаешь после турции я уже не знаю как чья страна котов это местный гид пошли дальше а мы пройдемся сейчас скобойся лобби прорвемся пока мы идем по отелю пока мы идем по отелю ребята можете ответить на вопрос почему это четыре звезды мы не можем понять сто процентов кто забрал пятую звезду в отеле алибаба 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 справа ресторан по нашему рейс тег да французский балкон очень прикольно кстати опять же как рассказать видать недавно рано реновация была все новенькая чистенькая ничего не обшарпанная мебель пол потолки все 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 посмотрите так смотрите встречаем здесь находится бар главный бар это который в лобби которые работают до ребята с 9 утра до пол первого ночи это немаловажно и он лучшего отеля работает с 10 утра максимум до 12 или до 11 ну то покупки попроще но намного это сцена правильно да это сцена для анимации вечерний может быть зимний период телевлетний не знаю посмотрим вечером будет ли она работать или не будет будет а вот за персонал включать подсветку во всем отеле и мы выходим сейчас самую шумную часть отеля днем еще одна сцена сцена анимации самолет красиво взлетает или заходит на посадку арендована ранее тел честно я не знаю да две сцены это круто кстати здесь прикол посмотришь получается что там выход аду сцена на вторую сразу здесь дневная анимация проходит вы там чуть-чуть видели здесь шумно-гамно как говорится на сегодня была пена не мишка вечерин так сразу хочу сказать предостереги для наших зрителей кто здесь еще не был насчет того когда вышел в бассейна что плитка очень скользко очень скользко очень скользко поэтому тапочках минимум надо ходить босиком это просто убийство я не знаю кто это не продумал но это очень скользко реально пошли бар пока кстати вот здесь вот делают вот это на ужин зона гриль на посмотреть тогда пожалуйста раз мы уже идем в бар до скольки он работает а вот там пойдем только аккуратно в кода даже стопочках реально я иду и очень скользко так пляжный бар и ресторан бар у бассейна меня слышно раз раз бар у бассейна который мы идем открыт снэк-бар режим работы это открытый снэк-бар с 10 утра до 11 идут утренние закуски так понимаю типа поздний ужин обеденные закуски с 12 30 до 16 все 16 бар закрывается по-моему мы все-таки немножечко ошиблись в концепции либо же нам ее неправильно предоставили потому что смотрите ребята народа много куча я бы сказала так я всегда люблю говорить и все еще берут напитки полу спиртные коктейли сидят в полотенцах халатах даже сидят поэтому я так понимаю бар работает хотел сказать не работает на нет вот молодой человек несет бургеры поэтому до сколькин работает толком мы не поняли но работает после 16 и вот остатки снэк-бара бургеры уже разобрали остались пироженки посуда есть одноразовая а вот булочки вижу несут или посмотрю что там дают и вам покажу и время за что вы понимали на сейчас стоимость клубники 1 1 5 вечера а что здесь она донатс пончики пончики ребят так что как бы не весенок работает но все-таки что-то можно перекусить клубничку уже платную прячут в бар стоимость 2 доллара вот такой маленький судочек чтобы понимали сейчас стоимость клубники 1 доллар за килограмм это на рынках а здесь бассейн холодный естественно уже никто не купается даже в теплом бассейне и бегу коллегу он меня ждет ждет чтобы мы уже вам показали все-таки территорию отеля информация так резервация в ресторан аликард надо заранее импортный алкоголь и некоторые напитки платные еще один момент подожди валь по концепции бронирование шезлонгов не разрешено то есть нельзя оставлять полотенца да только много полотенец на шезлонгах валяются без их хозяев да вы можете попросить знак если вам нужно уйти всего лишь на 45 минут иначе будет считаться шезлонг пустым а это кто-то засекает время так специальные люди так подожди раз уже я начал информацию давать давай по аквапарку ребята аквапарк работает с 10 утра до 12 30 потом обеденный перерыв работники аквапарка обедают и потом с 13 30 до 16 00 вы можете с горок довольно крутые горки можете купаться уже прямо сейчас на глазах включается подсветка отеля а мы увидели кальянную и хотим узнать сколько же стоит кальян в отеле в ангуре узнаешь сколько долларов 10 это какой-то сказать 10 долларов давайте посмотрим и олег пошел узнать сколько же он стоит делик большой лампы альфа кирска да есть кальян 9 долларов стоит ну в принципе почему то а фунтах спросить в общем мы поняли да да 9 10 долларов но я думаю что можно и поторговаться и покурить его здесь долларов за 5 залатин не знаю мужчинка строги там об смотри надо было у него спросить здравствуйте где ваша нога сколько стоит кальян это шутка я уверена что в египте можно торговаться даже в отелях а вот кстати мужчинка который делает песочные баночки очень кропотливая работа у мужчинки до детская площадка повторимся есть а пошли возле бассейна пройдет а пошли покажем вечерний бассейн еще раз повторим уже наверно в 10 раз что подогревается небольшая часть ты показывала там где-то вот золотой стеночкой подогревается бассейн а вот эта вся часть более холодная если учесть если учесть что в отеле порядка 700 номеров прикинь если все люди туда нарезут а тем более сегодня у нас была пенная вечеринка и в бассейне просто яблоку негде было упасть купались друг у друга на головах грубо говоря даже можно было вот эту пену не кидать там просто люди так болтались у пена сама выходила а мне нравится огромнейший бар которым уже показывала тут и мороженое снеки и напитки и кофе и можно просто посидеть и покупаться ну в общем классно круто нам покажи уже какие здесь зонты и шезлонги смотрите очень осторожно снова ходите так как помыли пол и снова скользкая плитка шезлонги все убирают на весе наш обычно возле бассейна до или моря их раскладывают и ставят так ну ровненько все а здесь их просто убирают олег вам делает крутые фоточки да занят процесс шоу а я снимаю очень дали мне нравятся кактусы посмотри вот это да кстати я забыла вам их показать это не то что кактусы это кактусы деревья они практически размером с пальму пальму обалдеть снова самолёт заходит на посадку или взлетают мы продолжаем вам снимать территорию отеля дальше и хотела обратить внимание на зонтики они просто огромные я не знаю в диаметре наверно наверно метра четыре три вы большие большие ну да где-то так не рулетки с собой к сожалению нет глубина бассейна метр тридцать пять в принципе оптимально то есть не глубоко и не мелко да ага а еще в отеле из домики для котиков почему вспомнила потому что увидела домики для птичек вот такие вот и коты здесь парочку таких бога и уходит а еще вот именно здесь в этом бассейне я на сегодня видела утку я думала сначала она искусственная не настоящая но нет это была живая утка живет она здесь или просто прилетела погостить тоже не знаю кстати бассейн здесь площадью почти две с половиной тысячи квадратных метров а вот она утка меня не пролючил а сейчас покажу вам ее поближе ты чуфте глючит ну я думала канат на не 2 не пара не трое сад такой прикольно пишите в комментариях кому нравится али баба али дед али дед да а вот и сам али баба в кустах прячется лучше торчат глаза и рот смотрите мы концепцию прочитали сначала до конца потом с конца еще до начала и нигде не нашли слова про штрафы ты заметила страты за утерю браслетика за утерю ключа карточки 1 или карточки от полотенца или за утерю полотенца то что обычно все пишут и у некоторых отелях 100 долларов там штраф до до 100 долларов было помнишь мы были альбатрос цитадель до не помню за шоу то ли за только карточку за утерю браслет а браслет душ и снова домики для птичек наконец-то уже скорее должны включить грибы еще раз покажи и снова эти кусты напишите я знаю вы мне часто в инстаграм мне кажется на рисунке нет это не питание это лучше но реально очень красивые кусты и они сейчас именно зимой цветут на всю мощность просто по полной а здесь их аж три вида три цвета белые розовые и красные красота специально так садишь чтобы смешивать смешивают потому что когда где-то по отдельности их уже видишь уже кто не не так и вот мы вышли на променад али бабы променад или бабы да уже подсветочку включили мы специально это снимали не днем когда солнца когда народу куча сейчас все же пошли наверное ли готовится к ужину или я не знаю там я видел пиццу жуют активно вообще не понимаю как можно перед ужином снекать в баре ну снэк баре ну снэк когда перекусывать пиццы картошкой фри какими-то сэндвичами не понимаю так трехразовое питание люди куда сюда отметить что здесь в али бабе можно в принципе с утра до ночи даже если пропустили обед завтрак обед и ужин то можно спокойно перекусить тут куча снеков всяких ну территория действительно огромная и очень приятно по ней гулять и ходить согласен однозначно мне лично нравится чистенько вроде бы ничего лишнего и чувствуется простор даже вот вроде бы и застроено все а простор чувствую да кстати ты прав а я не обратила внимание ну потому что действительно ничего на тебя не давит много зелени просторно красиво свободно нравится что территория она не огромная на там на километр на два но она не маленькая то есть это не маленький отель это это ресорт именно полноценный и даже пройтись к морю допустим там две минуты это вообще не проблема вот кто не любит ходить ну да конечно выбирайте другие отели но здесь действительно до моря буквально две минутки до перечитав еще раз концепцию до расписание мы говорили про основной ресторан со скольки он работает до скольки теперь скажем дополнительные тут есть итальянская кухня вы можете завтракать 7 до 10 обедать с 12 30 до 14 00 и ужинать в итальянском ресторане итальянская кухня была вита называется или vista вита вроде бы ужин с 18 до 21 00 аж три часа до восточная кухня есть здесь только ужин есть с 18 до 20 00 открыт он с понедельника по субботу и каждые две недели по пятницам не знаю как понять где как две недели прошло или нет ну ладно это не важно так пляжный бар ресторан в который мы идем это называется лагуна он смотрите работает так 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 лагуна открытый ресторан дала бла 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 здесь можно на гриле есть гамбургеры ежедневно с 12 30 до 16 00 так 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 летом до 11 ну короче полноценные полноценные обеды и снеки в ресторане лагуна также рыбный ужин только по воскресеньям бедуин night я так понял ночь бедуинов по вторникам и king's night каждые две недели по каждому дадут концепцию и вы уже ее изучаете сами потому что это просто книга которую можно листать и читать здесь запутанно из-за чего один ресторан работает по пятницам раз в две недели второй ресторан работает по вторникам раз две недели ну наверное лучше ходить все-таки в основной потому что ну там реально нормально кормят согласись ребят мы уже плавненько вышли к пляжу и до сих пор до сих пор хотя уже пляж закрыт ресторан лагуна не работает но работает прием и выдача полотенец выдача не знаю от прием до и вас цели травят насекомых до активно травят и это немаловажно потому что днем мухи вечером комары и это очень очень напрягает поэтому если место в чемодане есть обязательно возьмите с собой хоть какую-то брызгал очку она в принципе лишний не будет из таких еще приятных бонусов здесь есть набережная которая идет через все три да 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 если вы хотите побегать походить погулять что конечно же вам сюда до сих пор играют в бочу да уже почти темно я уже вся анимация да все за но все закрыто и даже отель отель господи извините ресторан лагуна не работает уже давно ну как давно допит до 17 по-моему или дой я так понимаю дужина не будет думаю что нет уже на не будет и сквозь него мы попадаем на пляж откуда уходят самые самые последние туристы и посетители и кто не видел видео про пляж можете посмотреть хотя бы как выглядят зонтики ветрозащита шезлонги очень качественный пляж нам очень здесь понравилось даже есть качели в море для инстаграмных фоточек да приятно даже глаза на пляж посмотреть вот так вот выглядит уже по загревали песочек выровняли ну и мы уже на море пляж нашего отеля али баба он весь песчаный даже вход но ребята все таки в море вот там от камешки попадаются и довольно часто поэтому лучше конечно же берите с собой коралки так вам будет ну точно удобнее заходить в море а на море белый песок и мы будем на фоне прекрасного красного моря пляжа нашего отеля али баба заканчивать это видео кто любит али бабу с вас лайк кто любит aladdin можете тоже поставить лайк кто здесь был или хочет сюда поехать пишите комментарии как вам отель изменился или нет да и пишите за что вы любите али бабу или за что не любите ли бабу потому что малое количество людей но говорили что ли баба это не тот уровень основная масса людей все али бабу хвалила нам будет очень интересно не только нам и нашим зрителям почитать комментарии об этом отеле а с вами из египта из хургады из отеля али баба 4 египетских звезды как всегда были олег и валя и всем пока али баба 4 египетских звезды как и и и и